так вопрос поступающий в телеграмм здравствуйте есть от печени и от почек сказали жир в почках подозрения на гепатит b или c друзья при жирной печени вообще самый противный жир этот висцеллярный который обрастает которым ваш орган самый вообще вред во первых конечно опять же у нас это видео начинается да когда я скажу все начинается с питания все начинается с питания если вы будете продолжать питать свой организм всякими вообще если будет дисбаланс питанием тогда скажем то есть никто не знает как правильно питаться на самом деле как бы ты не питался как бы вот каждый из вас не пытался все равно это будет неправильно и это в принципе нормально и надо находить для себя вообще как бы золотую середину в том плане что во первых должен должно всего хватать да то сейчас приведу один из примеров когда я живу здесь допустим на юге данный случай как бы горячий ключ краснодарский края соответственно здесь всего и фрукты и овощи вообще краснодарском крае неважно хоть краснодаре там на побережье где-то и фрукты и овощи и ягоды круглогодично все соответственно организм получает витамины плюс мясо мы везде принципе да можем найти вот когда допустим еду в алтай особенно зиму в лучшем случае из овощей и фруктов что-то можно найти более-менее что есть можно это яблоки и банан все остальное консервы и там проще вообще на одном мясе быть но опять же на одном мясе клетчатку организм как получать будет и т.д. и т.п. понимаете травы одни только пить ну да это хорошо как бы питать свой организм полезными веществами но клетчатка то нужно и я же говорю в лучшем случае это яблоки и огурцы и апельсины кстати бананы вот вот это все ну так сказал разбег не очень да когда здесь клубника там начинается уже с феврая месяца на прилавках и пошло-поехало туда она так не доход и само собой когда человек живет там где-то в регионе да в каком-то там отдаленном само собой там идет жесткая нехватка и говорить о правильном питании уже как минимум глупо кашу ты на молоке с утра поешь а кто сказал что это правильно да для детей это хорошо у них молоко усваивается а у взрослого не усваивает а ты допустим считаешь что ты правильно попитал с утра там кашу на молоко поел в обед там супчик какой-то съел и вечером там кусок мяса и салат и не поймешь блин откуда у тебя вообще изжога целый день вообще такое состояние туда-сюда оказывается надо молочку исключить оказывается бульон и не все можно понимаете и отсюда начинается как вот это вот все производно и где-то естественно жиром печень будет обрастать ну и соответственно для того чтобы от жирового гепатоза избавиться вообще разгрузить свою печь сначала печень растает на вернее сначала же растает там если у вас есть и на почках и на печень у сначала начнет таять быстрее на почках потому что в любом случае камень затем только на печень принимая масло артишока допустим вы разгружаете свою печень вы получаете все необходимые аминокислоты вы получаете же вы запускаете свой желчный пузырь благодаря которому у вас будет таять жирок на внутренних органах и поэтому мы естественно ответ на этот вопрос конечно вас вартишока надо конечно надо по курсу принимать конечно скорее всего там курс еще надо будет повторить вообще масло артишока науши для печени для почек для желчного полезного везде камни шлаки всякие за стоим убирать вопрос времени но даже холестерин с ней что такое холестерин христили холестерин это производная печень и печень вырабатывать холестерин для того чтобы холестерин вырабатывал мужские и женские гормоны и поэтому когда люди кричат о как понизить холестерин бегают там а туда-сюда что делать друзья да не спешите вы его пони спешите лечить и восстанавливать работу своей печени пока не по потому что когда дойдет дело до церва когда дойдет дело до церва само собой уже тогда будет намного хуже ситуация поэтому не доводите дело до такого края опять же начните с питания опять же в водичку пейте и принимайте масло артишок